Жители дома 52Б по улице Ленина продолжают бороться за свои жилищные права. В прошлых выпусках новостей мы уже рассказывали о проблеме многоквартирного деревянного дома в Наринмаре. Строение включили в программу капитального ремонта общего имущества. Сегодня на объекте вовсю кипят строительные работы. В перечень вошли 8 позиций. Казалось бы, можно только радоваться скорому обновлению дома. Но не в этом случае. Капитальный ремонт никак не решит главную коммунальную проблему. В доме насквозь прогнили выгребные ямы. В фонде содействия реформированию ЖКХ заявляют, что ремонт ям не входит в перечень обязательных работ по капитальному ремонту. Управляющая компания и рада бы отремонтировать выгребные ямы, но денег нет. Что делать? Извечный русский вопрос, ответ на который жители дома теперь продолжают искать с помощью активистов Общероссийского народного фронта. О, кшивку, крышу. Почти все меняется. То есть, дому дают как бы шанс на новую жизнь. В доме 52Б по улице Ленина вовсю кипят строительные работы. Перечень впечатляет. Ремонт и утепление чердачных перекрытий, фасада, ремонт и замена цоколя, ремонт крыши, фундамента, внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло- и газоснабжения. Впечатляет и стоимость капитального ремонта – почти 20 миллионов рублей. За жителей этого дома можно было только порадоваться. Но за ширмой капитального ремонта стоит огромная коммунальная проблема. Под домом буквально гниют выгребные ямы. И начинать любой ремонт надо было именно с них, уверены жильцы дома. Мы говорили об этом, когда было вот это собрание, мы говорили об этом, что надо включить это в перечень работы. Да, да, да. Вот эти же канализации. Мы насчет холодной и горячей воды даже вообще ничего не говорили. Ладно бы молчать. Главное, чтобы туалет у нас сделали. О том, что в первую очередь нужен ремонт выгребных ям, жильцы дома действительно говорили на общем собрании с представителями фонда содействия реформированию ЖКХ. Но все дело в том, что ремонт выгребных ям не входит в перечень работ по капитальному ремонту общего имущества. То есть мы вот столкнулись с той вот этой проблемой, когда под капитальный ремонт, ремонт выгребных ям, они не попадают. Да, да. И само понятие, это как бы для всей России понятие, скажем, капитального ремонта, вот эти туалеты прямого падения, эти выгребные ямы, их просто вот не существует. Однако вот эти наши старые дома, сколько возраст дома? Ну, кто-то говорил, что 73-го. Так, и дома, в которых жителям предстоит жить еще очень долго, надо в этом признаться, они, конечно, должны быть прежде всего без запаха, они должны быть устойчивыми, они должны быть комфортными. Ну, а когда такое положение, при отсутствии канализации, вот эти состояния выгребных ям, конечно, говорить об этом не приходится. Отремонтировать выгребные ямы рада бы управляющая компания, служба заказчика. Но средств на это нет. В их обязанности входит только текущий ремонт. По словам директора службы заказчика Виталия Ивашенко, остается только один выход. Мы будем совместно с жителями как-то это выходить из правительства. Решение коммунальной проблемы знают и жильцы дома. Решение проблемы довольно-таки простое. Либо сделать септик, либо подключиться к системе канализации центральной, которая у нас в соседнем доме есть. Дом идет под снос этот. Также там есть водоснабжение. То есть протянуть здесь, в принципе, несложно, или поставить септик. Это идеальное решение. Потому что ямы – это уже вчерашний прошлый век, скажем так. Но в план работы это не входит? План работы не включен, но и как нам объяснили, что денег на это нет и в ближайшее время не предвидится. То есть мы должны сами как-то все это решать. И это проблема, это серьезная проблема. Впрочем, организовать ремонт выгребных ям самостоятельно, совместно с управляющей компанией – не единственный выход из положения. Как известно, перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов можно скорректировать на уровне регионов. А значит, можно предложить включить ремонт выгребных ям в региональную программу по капитальному ремонту. Жильцы дома надеются, что помочь в решении проблемы смогут активисты Общероссийского народного фронта. Мы этот вопрос обсудим очень тщательно, найдем решение. Действительно, вот такие вот моменты, которые оставляются без внимания, как выгребные ямы. Ну как может быть проведен капитальный ремонт всего дома, а людей не подключили к обычным системам водоотведения и канализации. И люди еще должны в нем 30 лет жить после этого ремонта с этими же своими проблемами. Кто, а главное, когда поставит точку в этом вопросе, покажет время. Решение коммунальной проблемы жильцов дома 52Б по улице Ленина станет прецедентом решения аналогичных проблем в регионе.